В своё время, в 90-х годах, весь бывший Советский Союз представлял собой массу растерянных людей, оказавшихся в новой реальности, в совершенно новом мире, с другими ценностями, с другими установками. И это состояние по аналогии с посттравматическим стрессовым расстройством профессор Александровский назвал социально-стрессовым расстройством. Но при этом психотерапии не существовало. Не существовало механизмов помощи людям, страдающим от системного кризиса адаптации. Поэтому я, можно сказать, просто пропагандировал психотерапию. Я создавал, на самом деле, много практических инструментов для того, чтобы психотерапия развивалась. Но моя миссия была рассказывать о психотерапии, о том, что такие специалисты существуют и можно получить помощь. Ну вот прошло уже достаточно много лет с тех пор, 20, наверное, там, 5 условно. И мы оказались совершенно в новой, опять-таки, реальности. Мы, правда, не заметили. Это не похоже на крушение Советского Союза. Это похоже на крушение цивилизации. Цивилизация, которая задохнулась от информационного давления, которое на неё стало оказываться через современные средства связи, коммуникации и так далее. Люди страдают, действительно, от этой токсичной информации, от жизненной неопределённости. Потому что вся эта информационная каша, она, во-первых, лжива, во-вторых, продажна, в-третьих, манипулятивна, в-пятых, идиотична. И я в своё время предупреждал, бил в колокола, говорил, товарищи, грядёт информационная псевдодебильность, грядёт цифровой аутизм и так далее. Какие-то даже забавные люди, значит, назвали это антинаучным. Сейчас существует уже огромное количество научных статей, которые всё это доказывают. Но забавно, что, в общем, всегда, когда первый кто-то начинает что-то говорить на него, как меня ругали, когда я психотерапией стал пропагандировать, вы себе не можете представить. Как психолог, он с человеком, говорит, прилюдно, там и так далее. Но после того, как я поговорил с человеком прилюдно, причём там были и звёзды, на Первом канале для огромного количества людей упал внутренний запрет на обращение к психотерапевтической помощи, потому что это стало очевидно. То же самое и сейчас. Только сейчас моя главная цель – это не психотерапия, потому что, слава богу, эта индустрия плюс-минус развивается. И я уверен, что ещё лет через 10-15 она в нашей стране будет достаточно функциональной, и можно будет, не боясь обращаться за помощью к психологу и психотерапевту, напороться на непрофессионализм и прочее. Но пока, конечно, время требует. Но сейчас для меня самая важная вещь – это донести мысль о том, что мышление – это навык, утрачиваемый в нашей культуре, в нашей жизни. И нам кажется, что мы думаем, но мысленная жвачка, которая у нас крутится в голове, автоматические мысли, бесконечное потребление информации – это не есть мышление как таковое. И я считаю своим долгом сохранить и место, и возможность для тех людей, которые не хотят с общей массой, так сказать, стекать, куда она стекает, а хочет становиться и жить жизнью. Потому что мышление – это фундамент осмысленной, цельной, красивой жизни. Без мышления это невозможно. Мышление конституирует человека. Это не я сказал, это Сократ, собственно, в моем вольном пересказе показывал, что до тех пор, пока мы не научимся структурировать свою мысль, мы не сможем структурировать ни свои действия, ни поступки, ни внутренние содержания. Чего стоит его колесница знаменитая, которая катится по небесному своду? Колесница души. Так что это очень важная вещь, и я ее делаю не для всех. Я делаю для тех, кто способен это понять, кто способен меня услышать. И я, как диоген с фонарем, по горе, в солнечный день ищу человека. Человека мыслящего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok